Выпуск продолжается, кафедральное слово, которое было высвождено в воскресенье, вы должны увидеть течение этого слова. И выпуск начинается с такой темы, вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, в Иудее Самарии, даже до края земли. Или же, как же служить Господу, не разочаровываясь. И надо всегда видеть, что когда высвобождается кафедральное слово, надо всегда видеть течение этого слова в течение недели, как оно исполняется. Поэтому очень внимательно. Люди, которые не ученики, они будут слушать слово и будут брать то, что для них оказалось очень актуальным. Но ученики, они знают, что есть течение Благой Вести, Бог совершает свое течение, и Бог совершит свое течение. И они не только слово для себя берут, но они также следят слово, течение, которое вышло из церкви для исцеления народов. И на это они, ну, в это воскресенье я говорил о том, что ученикам Иисус сказал, выпрямите силу во свидетельство. Вот очень внимательно думайте о каждом стихе. Вы примите силу для свидетельства всем народам. И чтобы до края земли вы могли прийти и принести исцеление. И первый момент, вот я уже 20 лет пастор, я говорил, что когда человек принимает силу, он принимает силу для четырех вещей. Для исцеления неправильных церквей, потому что очень многие церкви сосредоточены не на главном. И поэтому ученики вначале проповедовали в синагогах, и некоторые священники в синагогах, как же их звали-то, фарисеи, они принимали Христа. Некоторые не принимали, но принимали некоторые из иудеев, да. То есть, потому что евреи это первые люди, которые знали священное писание, но в священном писании не разглядели путь Божий, да. То есть, они шли сначала в синагоги и исцеляли, да, евреев, которые знали писание, доказывали, что именно Иисус есть Христос. Вот мы знаем, я уже 20 лет верующий, да, и видел, что были такие служители сильные, там, Копланд, Майер, Джойс Майер, там. Они на протяжении 20 лет, сколько я помню, все время говорили, что если ты с Богом, ты должен быть богат. И очень часто именно с Америки вот это идет, если ты с Богом, ты должен быть богат. И очень популярны именно мега-церкви, где мега-праздники, то есть, там целое, если воскресенье, это целое шоу. И сегодня массово закрываются маленькие церкви, потому что идет такой культ мега-церквей, потому что там и сильное прославление. И вот, и то есть, ты приходишь в церковь как на праздник, то есть, тебе там хорошо, кто-то ходит в театр, а кто-то ходит на праздник. И вот, даже сейчас, Джойс Майер, уже спустя много-много лет, они сказали, что учение о процветании, что в Боге ты должен быть богат, это было ошибочное нашлое. 20 лет люди следовали, то есть, для того, чтобы Бог их обогатил. Для Америки, которая в экономике очень сильно, это Евангелие принималось. В России, где были большие нефти, доллары, это тоже с удовольствием принималось, что я для... Но в бедных странах, ну, это Евангелие не работало. Но мы знаем, что Евангелие Иисуса Христа работает на любом месте, и в богатых, и в бедных странах. Потому что Евангелие направлено для того, чтобы человек был исцелен изнутри, и чтобы человек опять вернулся в свой образ и подобие, и совершил волю Божию. Что церковь создана для того, чтобы воля Божия совершилась. И очень много неправильных церквей, которые сосредоточены на Илье, на Иеремии, на одних из пророков. И я, будучи пастором, тоже, когда человек покаялся, я пережил благодать Христа. И вначале, действительно, тоже в поиске, как бы, любил Христа, но очень много уделял внимания разным вещам. Или освобождением бедств, или процветанием. И видел, что не все в это берутся, не все в это хватаются. И сам ты, понимаешь, через некоторое время устаешь. Но вот это пережитие при присутствии Божия, рождение свыше, настолько, ну, как бы, сильно коснулось, чтобы быть верным Христу. А что, действительно, Господь, Он говорит, если ты ищешь, то ты всегда найдешь, потому что ищи и находят, и стучащему отворят. У Бога есть приготовленные люди. И спустя достаточно долгое время я понял, что самое главное, это только Христос и Его воля. То есть, учить об основании Христа и Его воли. И тогда все остальное, оно будет прилагаться, и ты в жизни будешь достигать успеха, и будешь видеть, как Господь тебя ведет. Это такое, как бы, вступление. И вот, 1-й конец, 4-й глава, и мы еще прочитаем местописание. И вот один из моих постов говорит, как служить Богу, не разочаровываясь. Вчера, когда я говорил о том, что сделал пост Максима Максимова, который был проповедник веры, проповедник процветания и успеха. В итоге, когда на него уголовное дело завели, убежал с Казахстана. Хотя, вот при личной встрече, еще когда у него все было хорошо, он мне это говорил, что если придут трудности, я уйду. Потому что я гражданин мира. То есть, я говорю, ну как, пасту бросишь? Он говорит, ну у них свой путь с Богом, у меня свой путь с Богом. Поэтому, это такое было, и когда пришло, я говорю, смотри, как будто пророчески все это было. И он сейчас уехал и делает такой репост, что сильные, дежновенные, умные, богатые, любящие трудиться, вы можете приехать, ну, ко мне в Америку, я вам помогу, я вас устрою. И я понимаю, что вот этот момент, он уже длится очень много, долго. Потому что 20 лет, я помню, в начале, когда приехали американцы, или там немцы, или британцы, или шведы, когда приехали в начале христианской жизни, Когда СССР развалился и открылись двери для Евангелия, было, что многие, которые пережили ужасы вот этого коммунистического строя, рванули сразу в Америке, но сюда приехали миссионеры. И отважные люди оставили лучшие условия жизни, они сюда приехали, чтобы проповедовать. И здесь был такой момент, что многие пришли в церковь именно только для одной цели, чтобы через знакомство с американцами, с миссионерами, с людьми, которые приехали из успешных стран, чтобы познакомиться и потом эмигрировать в эту страну. Но также были те люди, которые приняли этот огонь миссионерства и остались, и стали, ну, как бы, здесь поднимать церкви. Это вот была такая первая волна. Потом была вторая волна. Это когда в школах, в церквях не хватало хорошего учения. И самое, наверное, первое, одно из мощных служений, это было в Москве, слово жизни. И к нам приезжали и говорили о том, что посылайте студентов, мы научим их, как говорится, потом они приедут обученными, будут помогать вам строить церкви. И была вторая волна, когда люди массово поехали учиться, и в массе своей, в 99%, все остались в Москве. Потому что Москва большой город, и, например, ехать в маленький город, где меньше возможностей и не так интересно, а только служить Господу, это была вторая волна. И я помню, что в этот момент я сам попал под вторую волну. И когда ты служил Господу, и потом раз уехали лучшие, которые хотели учиться, и буквально в смысле, можно сказать, пять лет твоего труда, оно оказалось насморком. И это была большая рана, большое разочарование, много было злости. Ну, укрепил руки, начал действовать, и я знаю, что очень много пасторов были очень ранены, поэтому на библейские школы не отправляли. А сейчас вот идет уже третья волна, третья волна, когда в стране начинаются опять трудности, и вот такие, как Максим Максимов, кто в Америку, кто в Краснодар, кто, не знаю, там, в Крым, кто в Москву, то есть живут люди, ну, как бы, переманивают люди, то есть всяческими шанюшками, погодой, ну, как бы, рекламными. Прими Иисуса, и Бог тебе даст денег, а тут приедь сюда и служить Богу, ну, зачем тебе, ну, служить Богу в сложных ситуациях, ну, как бы, когда сложности. Можешь служить Богу, когда все хорошо, и это третья волна. И вот здесь я хотел бы, чтобы, ну, как бы, понять, так как я 20 лет, дать такой совет, чтобы мы, как бы, на эти вещи смотрели, смотрели трезво и четко понимали. Если вы пересмотрите кафедральное слово, то я говорил, что когда человек ушел от Бога, то есть душевные люди, у них есть душевные знания, душевные чувства и душевная воля. И душевный человек, он живет из бытия третьей, шестая, одиннадцатая глава, то есть я, мне, мое, живу для себя, живу, как мне нравится, буду жить для личностного успеха и для своего личностного развития, то есть, чтобы сделать себе имя. И, соответственно, многие люди душевные, они делают имя по-разному. Кто-то ими делает через вступление в партию, в коммунистическую, там, Единую Россию, там, кто-то делает это через религию, то есть использовать церковь для переезда более удобной, хорошей. Если можно, да, если церковь сильно успешная, может быть, даже, может быть, этих людей использовать. Все знали, что я бизнесмен, пришел в церковь бизнесмен, и у меня связи, и многие, многие, многие приходили ко мне, я многим помог, и они сегодня действующие бизнесмены, успешные. Они использовали меня, получали благословение, ну, не все, скажем так, сказали даже спасибо. И многим было сложно в семьях, в семьях или в наркотиках, и ты многим служил, бескорыстно, служа, и вот то же самое использовали, получили все, утерлись и ушли. Все. То есть, вот такие вещи, они присутствуют сегодня в христианском мире, и они делают раны для служителей. Почему? Потому что ни один человек на этой земле не служит без желания получить награду. То есть, если человек сеет пшеницу, то он ждет в ожидании, что будет урожай. Если человек сеет, там, не знаю, картошку, тоже в ожидании. Если человек строит бизнес, он тоже ждет в ожидании. Если пасту вкладывает жизнь в своих людей, он тоже в ожидании, что это поднимутся ученики, будут люди благодарны и оценят это. Вот я вот к своему тренеру прихожу, и вот он уже 30 лет в бокс вложил. И, честно говоря, бескорыстно много служил, и сейчас достаточно не хватает денег, и я начал приходить, и так как у меня достаточно, ну, есть еще свой бизнес, я ему помогаю. Но помогаю как уже? Я помогаю, беру и детям показываю, что я даю деньги своему тренеру. Я говорю, вы сейчас салаги, вы ничего не получаете, но через какое-то время кто-то из вас станет юрист, кто-то политик, кто-то из вас, может быть, просто успешный человек будет. Кто-то будет неуспешный, но ты будешь сильным, уверен на себе, и будешь противостоять, то знаешь, что сам по себе ты таким не стал, в тебя кто-то вложил. И настойно сейчас тебя сеет тренер, и наступит время, когда надо будет, чтобы он пожинал те труды, которые вкладывает в вас. Потому что не будь проституткой, которая вот взяла работу, попользовалась и ушла, и даже спасибо не говорит. И Иисус вот, он эти вещи все прекрасно понимал, что такое будет, и это разочаровывает. Это разочаровывает как прихожан, это разочаровывает как служителей, потому что никто из нас не любит, когда тебя используют в своих целях. И ты понимаешь, что это не было искренне, это было просто использовать. И такие люди, как правило, говорят, меня не пастор поднял, меня не служители подняли, меня Бог поднял. Типа, это Бог все сделал, он просто пришел и сделал, да. Так вот Иисус, когда начал свое служение, он с чего начал? Он начал искать учеников. Потому что, чтобы спасти мир, нужно было найти учеников. И первым делом, он искал учеников. Почему? Потому что ученик, это того человеку, которому можно научить. А чтобы научить его жить, надо иметь отношение от сердца к сердцу. Это с ними кушать, это спать, это учить, поправлять, двигаться. И он знал, что дело спасения остановится, если он не оставит учеников верных. И то дело спасения относится. Потому что Иисус, было очень много к нему приходили. Больных, хромых, убогих, разных. И которые, когда получали все, что от Иисуса, им даже Иисус не нужен был. В Капернау он приехал, хотел их учить. И когда их начал учить, они говорят, не надо учить, исцеляй. Вот дай нам то, что мы от тебя можем. Он хочет забрать. И потом, он говорит, вы главное упустили. Вы упустили, чтобы упустили слово, упустили благую вес. И поэтому вы что-то на время схватили. Но это через некоторый раз Капернаум будет мертвый город. И вот я хотел бы, чтобы вы не разочаровались, служители и церковь. И всегда прекрасно понимали, что самое лучшее вложение, вот на протяжении 17 лет я этим не занимался. Сейчас, когда езжу, я говорю, надо, конечно, служить всем. Но 80% своего времени разъяснять, доказывать, надо вкладывать в учеников. Ученик, и Павел Тимофеев пишет и говорит о том, что найди верного. Научи, и чтобы он тоже нашел верных, и чтобы те могли научить передать. Потому что благая весь переходится от учителя к ученику. Ученики получили от своего учителя Христа слово, и они пошли, и также искали учеников. Если бы этого не было, Евангелие остановилось. Если бы не было учеников, не было бы тех людей, которые пошли бы на места действия, и могли бы исцелить эти места действия. Поэтому за 17 лет я понял, что все, что церковь должна строить, какую структуру она должна строить, она должна строить структуру ученичества. И в кафедральном послании я именно на это делал ударение, что ты должен исцелиться, и тогда начнешь исцелиться. Помоги. Не многие хотят быть учениками, и не всем будут учениками. Но ученик всегда будет благодарен своему учителю и верный. И если вы видите, что Иисус собрал учеников, и именно ученикам сказал, вы примете силу для исцеления всей земли, то есть для свидетельства всей земли. Он не толпе это сказал, когда 25 тысячных, которых накормил хлеб. Он говорит, вы шли за мной, потому что кушали, на утро их уже не было. Понимаете? То есть люди, когда что-то имеют от вас, если у человека есть мотивация что-то получить от церкви, после того, как он получит, его уже потом не будет, и вы должны понимать, что из церкви должны многие выходить. И вот эти призывы, которые сегодня делает Максим Максимов, и ему подобные граждане, они привлекут именно таких людей, которые ищут личной человеческой части. Но это все временно, потому что это все душевное. Но ученик это, который понял, что надо вырастить дух, получить духовные знания, духовные чувства, и иметь духовную волю. Люди, они могут, должны уезжать и будут уезжать, но я вчера собрал своих учеников, я сказал, показал им этот ролик, и сказал ученикам, что я вообще, честно говоря, знаю, что большая часть вас уедет, уедет, и слава Богу, ну, можно уехать для хорошей жизни, а можно уехать для того, чтобы там поднять церкви, там поднять общины. Как вот утром я проснулся, и мне один пастор прислал письмо из Южной Кореи, который переехал в Россию служить, и 16 лет он служил в одном городе, и там было всего 20-30 прихожан. 16 лет. Он служил из успешной страны, и сейчас у них 200-300, и он, ну, сломантировал мое кафедральное послание, и сейчас, брат, хотел бы с тобой общаться, дружить, чтобы ты приходил, услужил. И я увидел это тоже, как бы, стрельнул кафедральное слово, и я, конечно, с удовольствием приеду и буду служить. Почему? Потому что сила дана для исцеления церквей, для того, чтобы поднимать систему проповедования, для того, чтобы поднимать детей, и для того, чтобы давать ответы элите, успешным людям, и чтобы остановились места действия. Потому что я люблю свою страну, и, может быть, кто-то думает, что я постоянно критикую. Нет, я хочу, чтобы мы здраво смотрели, что если духом страны правит, а не Божий дух правит, не Божья воля, то однажды места действия придут в запустение. И поэтому через проповедование, через наставник, через поднятие сильных церквей, благовестий, учеников, мы можем остановить развал. У того же, который сейчас все это закрывает, насколько мне известно, было 100 церквей. И когда гонение пошло, там сейчас 40 церквей осталось. Не знаю, точно эта информация, но мне сказали, очень много церквей, просто все. То есть, он не смог воспитать именно так церковь, чтобы они могли преодолеть трудности, даже если они приходят, преодолеть и все устоять. Вот. И поэтому, что я хочу, чтобы вы сосредоточились? Надо поставить удаление на учеников. И Павел, вот он пишет в первом конече 4 глава, 4 глава 1 стиха. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовой, и домостроителей тайн Божих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня мало, значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. И я, хотя ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Пусть тому, не судите, никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и о полосу, ради вас, чтобы вы научились от нас, не мудроствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другими. Ибо кто отличает тебя, чтобы ты имеешь, чего не получил. И если получишь, что хвалится, как будто не получил. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Но если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам царствовать с вами. Вот этот момент, я хотел бы просто ремарочку сделать, чтобы в моей жизни было так, что в 17 лет у меня уже успех, все, что в религиозном таком течении нужно для успеха, оно уже очевидное, сильное, стоит крепко, здание свое, бизнес, процветание. Вы знаете, Матфея 11, 28, никуда не ушло. Труды, обременение, беспокойство. То есть, сейчас, в будущие три года, уже верующим, когда понял глубину Христа, то я уже наслаждаюсь, что можно в любых обстоятельствах иметь радость, мир и покой. Потому что знать, что ты в Божьей воле. И вот Павел говорит, вы смотрите на внешнее, что вы уже обогатились, вы царствуете, если бы вы по-настоящему царствовали. Если бы я видел, что в вашей жизни постоянно есть мир, покой. Если бы я видел, что через вас совершается всемирная евангелизация, поднимаются учеников, и вы можете оживотворить места действия, то я бы сказал, действительно, царственное священство в тебе стало уже проявляться. Ты действительно, показывает через тебя Господь, что ты небесный принц, который совершаешь небесное поручение. Мы безумны, Христа рады, а вы умудры во Христе. Немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Да, мы находимся в России, мы находимся на не совсем популярных местах, не совсем там, где отдыхают. Вот мне прислали, говорит, пастор, вот вы когда-то нам проповедовали, а мы там вот сейчас вот визу пытаются в Москве, в Америке сделать религиозную. И говорит, вот мы слышали, ну, а там вот есть такая статья, как, знаете, беженцы. Ты бежишь из страны, потому что тебя преследуют по религиозному признаку. И вот мы визу хотим сделать. Вот расскажите подробно, как вас оштрафовали и преследовали власти по закону Яровой. То есть, я их даже проповедниками не знаю, они как членами церкви не были, просто они хотят уехать в Москву, в Америку, и хотят те мои страдания, которые прошел, когда штрафы, аресты, суды, взять и выдать это вот в американском посольстве, что они через это проходили, поэтому не могут жить в этой стране. Хотят вот сильно в Америку. Вот такая ложь, лицемерие, конечно, фу, блин. Даже до ныне терпим голод и жазду, наготу и побои и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молимся, мы как ссор для мира, как прав всеми попираем до ныне. Не к постыжению вашим пишу, но вразумляя вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе Благовествованием. Посему, моляю вас, подражайте мне, как я Христос. Для сего я послал к вам Тимофея, возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всяких церквях. Как и я и ныне иду к вам, то некоторые не возгородились, но скоро приду, если угодно буду, испытая не слова возгородил, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Итак, заканчивая сложение, ну как бы слово, я вам просто хотел бы такую вещь сказать. Много людей, которые красят красивые, но не все научат тебя жить со Христом, и не все будут, немного у вас отцов. И чтобы, я знаю, что через некоторое время, ну как бы кто-то действительно откликнется на посты Максим Максимова, там или Краснодарский синдром, или там еще много синдромов, таких вот, знаете, которые вас обольщают, мы вас настаиваем, мы вас поможем бесплатно, все сделаем бесплатно. Бесплатный сыр только мышеловки. И таких людей, ну, это вот, оно будет. И за 20 лет у нас были такие люди, которые уезжали, ты ничего не можешь поделать. Они уехали, строили свою жизнь, живут хорошо. Ну, есть люди, которые уехали, как в Москве. Они и десятины платят, и ячейку открыли, сейчас церковь в Москве поднимется. Есть люди, которые уехали, как в Израиле, Ираиль. И да, у них может быть сегодня еще не сильная церковь, небольшая общинка, но каждый месяц кто-то из нашей церкви туда приезжает. И они благословенны для нас. И они, конечно, они живут лучше, чем мы здесь в Израиле, в Сибири, но десятины приношения. Они всегда помнят отцовскую церковь, они всегда помнят родную церковь, они всегда понимают, что мы посланы от церкви. И когда в Деянии 2 главе, когда вот они приняли силу, Бог наполнил церковь с тремя тысячей учениками. И там был такой момент гонения. Но они перед этим, что отбилось? Они через горницу Марка совершили течение. И ежедневно пребывали в учении. Ежедневно. И потом, когда гонение пришло, они рассеялись и везде появлялись общины. И когда потом пришел голод, трудности в Иерусалимскую церковь, эти рассеившиеся собрали прожертвование для поддержания своей церкви. И это вы в истории можете видеть, что да, кто-то уезжал в Америку, другие страны. И я вот вижу, в нашем городе есть несколько церквей, которые построили иммигранты. И знаю, что есть церкви, есть пастора, которые постоянно поддерживают финансово иммигрантами, потому что от их невызбытка у них здесь прибыток. От их благословения совершается всемирная организация. И я бы хотел, чтобы вы, постарались служители, чтобы они разочаровывались, ищите учеников. Учеников, которые будут верны, которые понимают, что он никогда не станет успешным, если он не соединится с тобой в одно сердце. Если они не принимают священников или наставников как от Господа, благословения. Как вот можно иметь родителей и не уважать, и обкрадывать своих родителей, и бесчестить своих родителей, которые тебя подняли. ты будь таким человеком. И вот если, потому что самое лучшее вложение, которое ты можешь сделать, это в учеников. А ученики, их надо учить верности, их надо учить всемирной организации, и именно ученики получат силу Святого Духа по животворению. Но сделать так, чтобы тобой вообще не пользовались, это, конечно, невозможно. Поэтому благословляйте, делайте людям добро, но свою жизнь вкладывайте в учеников. Пусть Бог благословит вас. Всего вам доброго. До свидания.